Ребята, заключительное видео, и поэтому я его начну эпично. Мы находимся в музее войны. Чем интересен этот музей войны? Потому что он наиболее справедливый. Он предлагает тебе, сейчас мы это с тобой пройдем, побыть ребенком, в котором началась война. И когда ты ребенок, коммунисты, фашисты, анонисты или каратисты, тебе не важно. Важно, что убили твою маму, взорвали твой дом, и твоя жизнь изменилась над О и ДО. И теперь медленно, постепенно мы пойдем от этого вагона. Это не моя интерпретация, это я нахожусь в этом музее, и мне это диктует радиогид, а я делюсь с тобой. А за моей спиной надпись «Террор». Террор – это самое главное. И здесь стоит вот этот вагон. Я из Латвии, поэтому я на свой манер это расскажу. В этих самых вагонах, это настоящий, оригинальный, аутентичный вагон. В этих самых вагонах моих предков из Латвии везли в Сибирь. Да? Вот в этих вагонах. В этих же самых вагонах, потому что вагоны были одни и те же. В этих же самых вагонах немцы везли в контрационный лагерь евреев. Поляков, литовцев, румынов и бог знает кого. Вагоны всегда были одни и те же. В этих же самых вагонах латышей увозили в Сибирь, а в Латвию привозили евреев и белорусов куда. Мне предлагает гид посмотреть с этой точки стороны. Увезли латышей в Сибирь и ровно в таких же вагонах возили в контрационный лагерь. Например, в Сала Спилс. И с одной стороны, допустим, то же самое население пострадало от того, что оно уехало в Сибирь, а с другой стороны, это же население помогало работать, например, в контрационных лагерях. И главная здесь фишка в том, что террорист и терроризм, он не имеет национальности, вероисповедания, либо чего-либо. Если ты террорист, то какая разница, какой ты террорист. Вагоны всегда были одни и те же. Пишущие машинки и бумага для доносов всегда была одна и та же. Проблемы нашего музея оккупации в том, что они период, допустим, с 1939 по 1993 вырезали маленький кусочек и не рассказывают это так, как происходит смело это в Польше. А теперь проследуем следующий угол. Вот тут ты можешь почувствовать и сравнить это с тем, что происходит в Латвии. Вот здесь голоса тех людей, которых увезли и расстреляли. И когда ты идешь здесь, кондиционеры, звук, свет наводят на жуть. Здесь страшно. Вот чего я хотел бы ожидать от музея оккупации в Латвии. И проследуем дальше. Теперь вернемся к самому главному. Ты здесь не испытываешь идеологию, да, там, поддержку агрессии или еще чего-то. Это музей не про это. И я тебе пытаюсь сказать не это. Я пытаюсь тебе, чтобы ты почувствовал себя мальчиком 12-15 лет. Вот сейчас ты это почувствуешь. Мы идем в твой город, на твою улицу, где запах булочек, где играет музыка, где мир, где все хорошо, где как сегодня, где, например, как было до войны в том же, там, любом польском городе, или украинском, или любом другом. Я пропустил эту комнату, где этот же самый фрагмент города был не разрушен. И вот твой город выглядит так. Вот это твой город, и тебе предлагают постоять на руинах своего города. И вот больше твоего города нет. Здесь просто вот такая хренатень. Город твой сожжен, запах гари. И тут тебе предлагают, там, за Сталина, или Хаил Гитлер, или слава Украине. Не принципиально. Но тебе предлагают взамен твоего города вот это. И ты должен понимать, пока это не свершилось, что надо принять максимум усилий, чтобы этого не произошло. Потому что после этого будет вот это. Будет куча доносов. Будут делить по национальному признаку. Пойдут разного рода идеологии. А дальше ты пойдешь по кругу и попадешь в следующий зал. Там, где будет террор, и там, где будут репрессии. И этот маховик, и эта машинка, она всегда работает по одному и тому же принципу. Очень важно было привезти детей сюда, чтобы показать им те события, которые сейчас разворачиваются. Их можно изучать интерактивно вот в этом музее. И они подозрительно похожи на все, что происходит сегодня. И какая-то страна абсолютно не важна. Это может быть Югославия, это может быть Босния, это может быть Чечня, это может быть Ирак, это может быть Украина. Это всегда происходит одинаково. И всегда за этом стоят большие корпорации, большие деньги. А маленькому ребенку достается вот тот предыдущий зал с подбитым танком, с уничтоженным городом. А его семье вагоны, репрессия и прочая агрессия. Я очень надеюсь, что я смотивировал на посещение именно этого музея, потому что ничего подобного ты не найдешь на территории бывшего постсоветского пространства или даже Европы. Поляки здесь превзошли, по-моему, меры. Я очень советую тебе приехать с твоими детьми, пробыть здесь минимум 4 часа интерактива, и потом, а какую бы идеологию твой ребенок не получал, у него будет развито критическое мышление. Это очень важно, чтобы ребенок прошел от последствий, от следствий до последствий войны. Потому что все сегодняшние события, они подозрительно похожи на то, что уже ранее происходило. Поэтому Гданьск военный музей это то, что ты должен, ты как отец, как мать, как родители обязаны привезти сюда ребенка. А если вы школьный руководитель или учитель, изучите, пожалуйста, мои эти ролики, 20 штук, которые я сделал про этот музей. И я это специально сделал для своих детей. А если у кого-то, может быть, не было знаний, теперь вы знаете и будете смотивированы на посещение именно этого места. С вас жирный лайк, подписка. И для воспаленных умов, пожалуй, стоит повторить, что это не оправдание какого-либо режима или какой-либо агрессии. Это делается для психологического здоровья моих детей и детей моей страны. С вами был Владимир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok